Планеты Сколько тайного и неизведанного скрывается где-то там, на краю Вселенной. Когда-нибудь в будущем нам придется попасть в тоннель пространства и времени. Когда-нибудь наша Вселенная умрет. Она растворится в неизведанном, далеком мире. И единственное, что нам останется, это совершить рискованное, далекое, возможно опаснейшее путешествие к другу. Другим планетам. В другую Вселенную. Вселенная. Путешествие к звездам. Один из самых важных вопросов, который стоит перед нами, это откуда появилась наша Вселенная? И что же будет с ней в будущем? Это одна из самых важных загадок. Когда же начался отсчет времени? 12 миллиардов лет назад не было ничего. Ни материи, ни пространства, ни времени. Вдруг из ничего появилась кипящая масса энергии. Какое-то вещество размером менее атома увеличилось настолько, что приняло те размеры, которые сегодня имеет Вселенная. Что было до момента Большого Взрыва, никто не знает. Происходит Большой Взрыв изнутри. Это рождается наша Вселенная. Лающий огненный шар. Спустя миллионную долю секунды Наша Вселенная начала расширяться. Мгновенно она увеличилась в миллионы раз и достигла невероятных размеров. Что же было дальше? Спустя какое-то время Энергия начала превращаться в материю и антивещество. В космосе происходит битва энергии, материи и антивещества. Атомные частицы уничтожают друг друга. Удар за ударом. Частица за частицей. Энергия освобождается в виде излучения, которое мы наблюдаем и сегодня. В этой битве побеждает материя и наша Вселенная не остается пустой. Битва материи и антивещества длилась менее секунды. А спустя несколько минут во Вселенной образовались вещества, которые хорошо известны всем нам – водород и гелий. Во Вселенной тогда была кромешная тьма, так как света еще не было. Этот период называется темными веками. Затем водород начал соединяться с гелием. И в результате родились первые звезды, планеты, галактики. Тем временем Вселенная продолжала расширяться. И чтобы понять, насколько она велика, мы совершим путешествие к самому краю Вселенной. Спутник нашей планеты Луна находится на расстоянии полмиллиона километров от нашей Земли. В самом центре нашей Солнечной системы мы видим палящее Солнце. Затем идет красная планета – Марс. Дальше мы пролетаем через так называемый пояс астероидов. Преодолев полтора миллиарда километров, мы встречаем планету, которая в тысячу раз больше Земли – Сатурн. За пределами Солнечной системы мы пролетаем мимо одного из первых межпланетных кораблей – «Вояджер-1». Он был запущен в 1977 году. Дальше мы видим ближайшие звезды – Проксима Центавра и Альфа Центавра – А и Б. Затем мы пролетим сквозь самое потрясающее, невероятно красивое явление – Млечный Путь. Это скопление огромного количества звезд, похожее на звездный город. Сейчас мы находимся на огромном расстоянии от Земли, в другой галактике. Она называется Андромеда. Если бы мы путешествовали в реальном времени, то добрались бы до нее только через несколько миллионов лет. Добравшись до конца Вселенной, мы видим здесь огромное собрание галактик – модель, заложенная в секунды Большого Взрыва. Пролетев 80 миллиардов триллионов километров, мы останавливаемся. Что находится на краю нашей Вселенной, пока еще не известно. Здесь начинаются лишь догадки и тайны, которые нам еще только предстоит узнать. Современные телескопы позволяют нам путешествовать в прошлое, к зарождению нашей Вселенной. Дальние галактики – это таинственные звездные города, в которых проживают миллиарды звезд. Чтобы заглянуть в самый центр звездной галактики, нам потребуется специальный телескоп «Хаббл». И вот что мы видим. Изумительная картина. Последние моменты жизни звезды. Она взрывается и превращается в пыль и газ. Дальше мы видим межзвездные облака. В звездной туманности уникальны, как судьба каждого человека. А вот перед нами еще одно потрясающее явление – звездная пыль. В будущем она превратится в новые планеты и звезды. Однако самое невероятное, что мы увидим в наш телескоп, еще впереди. Давайте наведем его на самое далекое черное пятно в космосе, размером с почтовую марку, и немного подождем. Спустя несколько лет темная, безгранная пустота космоса превратится в потрясающее скопление галактик. Таким образом, телескоп помог нам совершить интереснейшие путешествия в пространстве к самым далеким звездам. Миллиарды звезд, миллиарды планет – мы даже представить себе не можем, сколько их на самом деле. И сколько интересного и таинственного скрывается в этих звездных скоплениях. Возможно, где-то даже есть жизнь. Путешествуя из нашей галактики через более молодые галактики, мы попадаем в темные века Вселенной. Начало – начал. Спустя несколько миллионов лет после большого взрыва родилась первая звезда и положила конец темным векам. С тех пор каждую секунду появляются все новые и новые звезды, которые освещают Вселенную, как и наше Солнце. Одно из самых ярких космических явлений, по мнению ученых, это когда, достигнув конца жизни, взрывается звезда. Такая звезда называется сверхновой. По ее свету и скорости ученые могут определить скорость расширения Вселенной. Оказывается, что наша Вселенная растет все быстрее и быстрее. Есть такое мнение, что в будущем все планеты и галактики отдалятся друг от друга настолько, что просто затеряются в бескрайней темноте космоса. Когда-нибудь наша Вселенная погибнет. Исчезнут планеты, галактики, угаснут самые последние звезды. По мнению ученых, наше Солнце угаснет примерно через 5 миллиардов лет. Одна за одной угаснут и остальные звезды. Возможно, они еще долго будут летать вокруг Вселенной. Но столкнувшись друг с другом, они упадут в огромную черную дыру. Что можем сделать мы, чтобы не исчезнуть вместе с нашей Вселенной? Возможно, когда-нибудь мы сможем переместиться в другую Вселенную. Ведь ученые считают, что Большой Взрыв был не один, а их было много. И где-то, может быть, существуют Вселенные, похожие на нашу. Но как нам до них добраться? По предположениям ученых, в нашем космосе образуются такие явления, как пространственно-временные тоннели, похожие на коридоры. И, возможно, по ним мы когда-нибудь совершим путешествия в другие Вселенные. Но это лишь догадки ученых. Ведь также вероятно, что эти таинственные тоннели могут быть очень опасны. Впрочем, как и другие Вселенные. Ведь где-то там, далеко, могут быть совершенно другие законы физики и условия, в которых мы с вами существовать не сможем. И все же ученые продолжают искать все новые и новые ответы на тайные вопросы. Теперь мы знаем, что Вселенная родилась 12 миллиардов лет назад. Большой взрыв был самым началом жизни миллиардов звезд, бескрайних галактик, планет и даже нашей с вами жизни. Глядя на ночное небо, мы понимаем, сколько тайного и неизвестного скрывается там, на краю Вселенной. За миллиардами звездных городов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова